Доброе утро, дорогие братья и сестры! Продолжаем с вами сегодня Иакова, пятую главу. Читаем 13 стих. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится, над ним помазав его елеем во имя Господня. Ну, во-первых, смешное слово. Злостраждет. Я помню, у одного нашего брата это слово вызывало бурю эмоций. Злостраждет. Естественно, это старое слово из нашего старого русского языка. Оно означает не что иное, как то время, когда человек проходит через какие-то неприятные моменты. Зло страдает. То есть, в чем бы это ни выражалось. Вряд ли здесь имеется в виду какое-то физическое недомогание, потому что о болезни договориться дальше. Ну, возможно, имеется в виду какие-то душевные переживания или проблемы в жизни. Злостраждет. То есть, нехорошо человеку. Плохо. Плохо человеку. Итак, мы видим, что Иаков Интересный у него подход. В общем-то, Божий подход. Правильный подход. Для всех трех категорий лиц, которых он здесь указывает, Он предлагает, по сути, Один и тот же путь поведения. Если у тебя страдание какое-то, молись. Веселишься. Хорошо тебе. Радостно на душе. Поет псалмы. Болеешь. Призови пресвитера в церковь. И опять Опять молитва. Опять помолись. Первое, что хочется отметить, Это, во-первых, что Иаков призывает в любых обстоятельствах Находиться в Господе. Делать не то, чтобы какие-то магические ритуалы совершать Или выжимать из себя какие-то вещи, проявления. Но он призывает от сердца Просто-напросто пребывать в Господе. Не случайно я говорю именно пребывать в Господе, А не делать то или иное. Потому что, на самом деле, Вот эти вещи, которые указаны здесь, Я имею в виду поведение, Это результат нашей близости с Господом. На самом деле. И, естественно, Все эти вещи взаимозаменяемы. Никто не запрещает веселому молиться, А злострадающему или больному петь псалмы. Но идея в том, чтобы в любых обстоятельствах пребывать в Господе. А не... То есть, вместо того, чтобы, как, например, в девятом стихе, Сетовать друг на друга. Или, ну, каким-то образом еще Вести себя неподобающе, Неприемлемо, недостойно нашего Господа. Вот. То есть, призыв в любых обстоятельствах Славить Господа И делать угодное Ему, Настраивать сердце на поклонение Ему, На общение с Ним. Вот. Странно, что вообще Действительно, нужно Людей было увещевать, Молиться во время злострадания. Или призывать пресвитеров в церкви Во время болезни. И опять-таки молиться. Странно, что нужно назидать, Нужно напоминать об этом. Потому что, мне кажется, Ну, и как мы видим из нашей жизни, Из поведения людей, окружающих нас, Уж когда человеку плохо, Он точно бежит к Богу И начинает молиться. Хотя, возможно, это и не со всеми так. Потому что, как выяснилось, Некоторые могут и роптать, Начинать с некоторой там... И так далее. Возможно, для этих людей Это было актуально с той точки зрения, Что есть такая беда у людей, Что когда человеку плохо, И он не утвержден в Господе, Вот, крепко, То люди начинают, Ну, когда вот что-то случается нехорошее, Люди начинают хвататься за все соломинки, Которые им подсказывает их больное воображение. То есть, помолиться, да, Но не худо было бы еще и... Ну, в реалиях того времени, возможно, Какому-нибудь и долгу поставить, Там ничего-нибудь насыпать, помолиться, Неплохо было бы еще какой-нибудь ритуальчик совершить, И так далее, и так далее. Или шамана вызвать. Ну, это уж я, конечно же, утрирую. Вот. Возможно, И сейчас, кстати говоря, Такое поведение встречается, То есть, люди Норовят время от времени Не только ожидать от Господа, То есть, молиться и так далее. Ну, и не худо было бы и помочь, да, Богу как-то совершить какую-нибудь помощь, Ответить на молитву, и так далее. Люди начинают вместо, ну, как вместо того, Чтобы к Господу обращаться, Или там, например, Уже со всеми проконсультируются в интернете, Почитают, Там, я не знаю, сходят свечку поставят, И потом, ну, давай еще помолимся. То есть, возможно такое поведение. И сейчас, тогда поведение такое было тоже возможно. И я думаю, что, возможно, Иаков говорит эти слова, Напоминая, что, ребят, Ну, наша надежда на Господа. Врачи, это хорошо, это правильно. Господь дал нам медицину. Вопросов нет. Но первое, что должен делать человек, Как это молиться, взыскивать Господа, Искать Его лица, Искать Его общение. Хотя по себе знаю, Что когда наступает вот эта вот самая, Самая страшная мужская температура, Это 37,2, 37,3, Когда хочется просто умирать и писать завещание. Понятное дело, что в таких обстоятельствах тяжело, Тяжело вот как-то петь, веселиться, Или даже молиться. То есть, вот, например, у меня плохо получается Какая-то такая, знаете, развернутая, Велеречивая молитва, Как вот люди иногда молятся, Из-за того, Господи, там, многими словами, там, Ижелеси, там, и доколе иужели, там, И с цитатами из Псалмов. Я по себе знаю, что мне просто тяжело. И иногда голова не соображает. Но не важно. То есть, не важно, что происходит физически. Важно, чтобы наше сердце было направлено к Господу. Господь слышит наши молитвы, Господь знает, что, ну, где мы, где наше сердце. Вот. Весело ли кто, пусть поет псалмы, Ну, то же самое. Веселье тоже такое, знаете, бывает испытание, Когда человеку хорошо, Когда молитва отвечена. Ну, собственно, о чем молиться, да? Зачем бы Богу взывать, и так все хорошо. Такое бывает. Отношения у некоторых людей, у многих людей. Все же хорошо, да? Зачем молиться? Но Яков возвращает наше сердце опять к Господу И говорит, ну, да, здорово, слава Богу, Господь ответил на молитву. Господь дал тебе время благоприятное, Господь дал тебе веселье и радость. Это же здорово, это классно, Но не забудь его прославить. Не забудь прославить Господу. Пусть твоя, вот это вот, то, что тебе хорошо, То, что ты, Господь, сотворил с тобой, доброе, Пусть это ведет нас к, опять, к Господу, А не от Него. Потому что часто люди ведут себя вот в таком стиле, Что, да, 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 Господь, спасибо, спасибо, я пошел. Ответил, здорово, я так рад вообще. И все, и человек уходит, занимается своими делами, Сердце его далеко от Господа. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, И пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. Здесь два момента по поводу елея. Естественно, мы знаем, что елей в Ветхом Завете, Ну и вообще в той культуре, Часто фигурирует как символ Духа Святого, Как и символ его присутствия. Но не нужно забывать, что также елей Очень был распространен как просто медицинское средство, Как просто средство для физического исцеления. Люди мазали им раны, я имею в виду ушибы, ссадины, царапины И всевозможные ранения. Люди использовали как косметическое средство, Люди от кучи болезней лечились оливковым маслом. И самое интересное, что знающие люди говорят, Что это весьма эффективное средство. То есть, это не просто какая-то дань традиции, суеверие, Или просто потому, что нечем больше лечиться было. Нет, это было достаточно эффективное средство. Специалисты говорят, что лечились и... И даже для лечения язв и чумы. Не знаю, насколько эффективно от чумы. Да, от водянки его употребляли в Европе, В нашей просвещенной... Ну, раны ушибы я сказал. То есть, речь могла идти просто о том, Что плюсом к духовному содержанию, К символическому присутствию Духа Святого, Речь могла идти также и просто о физическом исцелении, Просто чтобы человек не пренебрегал От доступными средствами. Да, призови пресвиттеров в церкви. Обратите внимание, что пресвиттеры молятся и мажут елеем. То есть, они доверяют Господу, Но используют доступные средства для того, Чтобы исцелиться. Ну, смотря, конечно же, чем человек болеет. Но, тем не менее. Используют то, что у них есть для того, Чтобы помочь человеку. Вот, поэтому... Да, и возможно, что опять нужно было увещевать людей, Делать это, призвать пресвиттеров в церкви. Тоже по нескольким причинам. Потому что, насколько мы видим из послания Якова, Ну, и вообще из Нового Завета, То есть, то там, то сям мы видим упоминание того, Что люди не спешили уважать пресвиттеров, Которые были у них. Одно, чего только стоит прямое упоминание у Павла. Уважайте пресвиттеров, трудящихся у вас, да? То есть, почему нужно было напоминать и уважать? Ну, потому что не уважали. Напоминание Тимофею. Никто не пренебрегает юности твоей, Хотя он был уже в серьезной позиции в церкви. Он был пастором. Почему нужно было напоминать? Ну, потому что люди не уважали. И здесь Яков говорит, что, Ребят, заболели, Ну, позовите пресвиттеров. Не надо на них дуться. Не надо сетовать друг на друга. Вот как 9 стих опять же говорит. Вот. Но пусть все будет по-божьему. То есть, Господь дал вот этот вот порядок. Дал ответственных людей, которые могут это сделать. И обратите внимание тоже, что здесь написано, Больный кто из вас? Пусть призовет пресвиттеров. То есть, ответственность, чтобы эти пресвиттеры появились у человека в доме, Находятся на самом больном. Потому что бывает, что такие бывают, Ну, обидки в церкви возникают. Вот там, вот я болею уже 3 недели, А никто меня там не навещает, Никто не говорит. Вот. И никто не скажет и не помолится. Вот какие у нас пресвиттеры. Так, собственно, откуда кто может знать, да? Человек может по разным причинам исчезнуть из церкви. Ну, как, не прийти на собрание. И устраивать такой, знаете, веерный обзвон тех, кто не пришел. Ну, такое себе. Попахивает контролем. Попахивает какой-то, знаете, нездравостью. Вот. Но, мне кажется, это нормальное поведение, Когда человек заболевает, Чтобы он позвонил кому-то, Пастору, помощнику, кому угодно. Ответственному человеку и сказал, Братан, или братишка, Дорогой пастор, я заболел. Помолитесь, пожалуйста, за меня. Все. Это же просто. Но некоторые люди выбирают вот этот вот путь Страданий, молчаливого, Страданий в безвестности, В забвении. Страданий в забвении. И потом начинаются вот эти вот разговоры. Нет любви. И я вот заболел, а никто-никто. Ну, зачем вот это все, да? Ну, ясно же написано. Заболел, позвони. Заболел, призови пресвитеров. Помолится за тебя. Поможет елеем. Вот, не трудно же. Вот, поэтому, дорогие братья и сестры, Давайте ходить Божьими путями, Ходить в простоте сердца, В простоте, как говорит Писание, И в богоугодной искренности. Вот. Не ища чего-то плохого, Но ища лица Господа, Ища его присутствие в своей жизни. Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, Ну, учите нас, пожалуйста, Любить тебя от всего сердца, Пребывать в общении с тобой, И стремиться к тебе, Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит вас Господь. Босси благословит вас Господь.